Девушки отдыхают Внимание! Подписчики обнаружили гнездо ростовских котов. Да-да, иных версий увиденного я не придумаю, пожалуй. Из стандартных комментариев можно обнаружить под постом такие вот, как они прекрасны, какие кайфовые, сладкие, но было и немало креатива. Преимущественно от мужского контингента. Вот Андрей называл фото котовасия, а Артем вообще котокучий. Разбираем, разбираем, каждому нужен дом, написала Катерина, и для первой новости, я считаю, это прекрасный финал, лучше будет только вот, когда всех разберут. Слушайте, можно относиться как угодно к бродячим собакам, но милость данного объявления просто зашкаливает. Не обижайте собак, приласкайте и накормите, им больше некому помочь. Хотя допускаю, что во мне сейчас говорит собачник, Лену вон вообще не цепануло, судя по комментарию, к собакам равнодушно, пишет она, обожаю котанов. Ольга считает, что это прекрасное объявление, а Лесли пишет, всю жизнь у меня двор сторожили именно такие, подобранные собаки. В общем, сколько людей, столько и мнений, но я вернусь к началу. Милость данного объявления зашкаливает. А про собак, ну или про котов, про жирафов, там про тигров, это уже не так важно. А это фото из Таганрога, а заглавлено следующим образом. Это не велопарковка, это таксиста-подставка. Юрий при этом заметил, что один явно не вписался. Ольга возмутилась, когда приезжаешь на велосипеде, этих мужиков так просто не разогнать. А Всеволод предположил, что мужчины просто не совсем верно пользуются абонементами в фитнес, перепутав тренажеры и парковку для велотранспорта. И вот Марина попросила, не трогайте работяг, пусть хоть немного отдохнут без назойливых фотографов. Марина, полностью разделяю вашу просьбу, но с другой стороны, не тронем в следующий раз и не будет контента для подсмотрена. А так, контент есть, отфильтрован и приставлен на ваш суд. Да-да, друзья, тут у нас не соревнования, но вердикт с вашей стороны был бы очень не лишним. Заходите в наш аккаунт в Инстаграм и оставляйте свое мнение о подсмотренном в Директ. Буду ждать, ну и вы подождите. До завтра. Пойду искать пока новости в сети.